На Ивановском парашютном заводе «Полёт» важные гости. Во вторник предприятия посетил первый заместитель председателя ДСАФ России Виктор Чернов. Аббревиатура ДСАФ известна, наверное, каждому рожденному в СССР. Организация занимается патриотическим и спортивным воспитанием молодежи. То есть это один из главных потребителей продукции завода. Каждый потребитель хочет, чтобы его парашютная система была как можно компактнее. Каждый потребитель хочет, чтобы она сохраняла свои потребительские свойства в течение всего срока службы. Каждый потребитель хочет, чтобы парашютная система более четко реагировала на органы управления и таким образом выполняла поставленные передние задачи. Вот как раз в этом поле, в поле борьбы за эти нюансы и лежит наша деятельность. ОАО «Полет» – единственное в России предприятие полного цикла по производству парашютных систем. Здесь собственное швейное производство и металлопроизводство, конструкторское бюро, текстильное и химическое лаборатории, собственная группа испытателей. А значит, все основные узлы парашютных систем изготавливаются на одном предприятии. В погоне за лидерством на этом рынке Ивановское предприятие преуспело. Продукция завода востребована практически по всей стране и за ее рубежом. 80% всех парашютов Воздушно-десантных сил России произведены здесь. Ну и, конечно же, большинство спортивных парашютов ДСААФ. Мы востребуем достаточно большое количество спортивных парашютов. И наши спортсмены-парашютисты, они сейчас занимают, как вы знаете, лидирующие позиции в мировом парашютном спорте. И большинство из них выступает как раз на парашютах производства Ивановского парашютного завода, что подтверждает эту высокую репутацию. И в дальнейшем, я полагаю, что у нас есть очень хороший потенциал взаимодействия с этим заводом. Ивановский авиационно-спортивный клуб ДСААФ сейчас переживает не лучшие свои времена. Финансирования как такового нет. Прибыль получают лишь от платных прыжков и полетов. А техника нуждается в обновлении. Проблема основная Ивановского аэроклуба состоит в том, что у нас для этого разбития в полноценном масштабе спортивных прыжков, к сожалению, нет соответствующей авиационной техники. Это самолеты типа Ан-28, Ан-410. И необходимо совершенствование учебной базы аэродрома. Потому что в настоящий момент у нас отсутствуют и полноценные точки питания, проживания, приема гостей, желающих получить услуги нашей организации. Далее по плану у Виктора Чернова посещение аэродрома Исюниха и встреча с губернатором региона. Чтобы разобраться в проблемах территориальных организаций ДСААФ и постараться найти решение. Наталья Романова, Олег Мелехин, РТВ Иванова.